Очень много важных тем мы обсуждаем здесь в рамках передачи «Наше утро». И сейчас еще одна очень интересная тема. Она касается киноцентра «Импульс», потому что там собираются провести ремонтные работы. Но здание нуждается в ремонте. Почему понадобилось обращаться к гражданам, чтобы они проявили свою активную гражданскую позицию? Об этом сейчас мы более подробно расскажем. Итак, на связи со студией Татьяна Мелякина, исполняющая обязанности директора киноцентра «Импульс». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот в 1974 году было здание построено, мы так быстро расскажем, да? И ремонта капитального не было с тех пор. Да, действительно, в январе 1974 года открыл свои двери на то время кинотеатр «Союз». И с того времени, к сожалению, кинотеатр здания вообще не ремонтировалось. Капитального ремонта здания нет. И, к сожалению, на сегодняшний день мы имеем протечки кровли, отвалившуюся штукатурку, разбитые стеклоблоки. Да, и отсутствие того самого фасадного отстекления, за которое борются жители металлургического района. Ну и, соответственно, мы, сотрудники киноцентра. Но вот вообще нужно отметить, что для металлургического района это место знаковое и очень важный культурный объект. Конечно. На сегодняшний день это единственный кинотеатр в металлургическом районе. Это центр культурного наследия, культуры и центр, куда приходят многие жители металлургического района. Киноцентр какое-то время пустовал. Скажите, это сказалось на то состояние, в котором он сейчас находится? Ну вообще, это ошибочная информация. Здание киноцентра не пустовало никогда. С 1974 по 1994 год здесь работал кинотеатр «Союз». С 1994 по 2019 год работал культурно-досуговый центр «Импульс». И в октябре 2019 года по многочисленным просьбам жителей металлургического района, жителей Челябинска, здесь открыли киноцентр «Импульс». А вот сколько денег нужно, чтобы привести все в порядок, чтобы восстановить здание и комфортно в нем продолжать работать? Денег много. И для того, чтобы привести здание в надлежащий вид, чтобы посетителям киноцентра было достаточно комфортно, начать надо, конечно же, с капитального ремонта фасада и кровли. Потому что здание оставляет желать лучшего. Поэтому мы подготовили все документы и разработали проект под названием «Развитие здания по улице Пятидесятилетия в ЛКСМ-16 в 2022 году». И вышли с этими документами, с этим проектом на инициативное бюджетирование. И надеемся, что нас поддержит. Что это значит? В Челябинской области есть такой, скажем так, проект «Инициативное бюджетирование», где любой желающий может выступить с инициативой о каком-либо проекте. Что о внедрении, о реализации этого проекта. Это могут быть и юридические, и физические лица. Ну вот мы решили поучаствовать именно таким образом и привлечь инициативное бюджетирование к капитальному ремонту фасада киноцентра «Импульс». То есть есть какое-то количество зданий, которые будут в этом принимать участие. И сейчас конкурсная основа, правильно? Что будет за голосование и где оно будет проходить? Расскажите. Вообще, инициативное бюджетирование, это включает в себя несколько этапов. И вот один из последних этапов для реализации этого проекта, это голосование жителей города Челябинска на портале «Активный житель 74» с 15 марта. Потому что для оценки каждого проекта требуются дополнительные баллы. И чем больше баллов проект набирает, тем больше шансов у него, скажем так, в первую очередь получить средства на реализацию своего проекта. Ну и то есть вы сейчас призываете всех голосовать? Все жители Челябинска имеют право голосовать на портале «Активный житель 74», зарегистрироваться и проголосовать. Я понимаю, конечно, на этом портале будет огромное количество инициативных проектов, потому что этот проект уже второй год в Челябинской области работает. И, соответственно, уже в этом году количество инициативных проектов как таковое растет. А средства все равно, количество средств ограничено. И вот поэтому идет разграничение в плане, когда тот или иной проект получит средства. Ну что ж, мы вам желаем удачи в голосовании, чтобы ваш проект все-таки набрал большее количество голосов. Спасибо огромное. Приходите в киноцентр «Импульс» смотреть кино. До встречи в кино. Да. Татьяна Милякина, исполняющая обязанности директора киноцентра «Импульс», только что была с нами на связи. Ну а прямо сейчас поговорим о дне сегодняшнем, чем он запомнился в истории, какие события произошли.